Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. И в этом видео я хочу показать бесплатный компонент для Joomla, с помощью которого вы сможете организовать на своем сайте отображение в красивом компактном виде ваших руководителей или сотрудников с фотографией, описанием, должностью и ссылками на социальные профили. Скажем, если вы используете какой-то конструктор страниц, то данное видео не для вас. Если вы используете какой-то простой шаблон для Joomla и вам требуется вывод в красивом компактном виде отображений ваших сотрудников, работников, руководителей, тогда этот компонент для вас. Давайте рассмотрим настройки данного компонента. Разработчик данного компонента JoomDev. Сейчас вы находитесь на странице презентации данного компонента. Несколько слов о возможностях. То, что адаптивный макет присутствует, то есть это будет хорошо смотреться на мобильных устройствах. Пять потрясающих шаблонов. Естественно, мы сейчас это все посмотрим. Совместим мы с иконками фонда Iverson на основе Bustrap 4. Социальные ссылки. И надо отметить, что здесь преимущество данного компонента, что есть возможность прицепить все русские социальные сервисы. Ну, может быть, не все, но есть одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, что, как правило, бывает крайне редко у зарубежных разработчиков. Как правило, на нас они не рассчитывают, не выпускают возможность прицеплять русские социальные сети. В данном же случае здесь все хорошо. Данный компонент как и бесплатный, так и платный одновременно. То есть бесплатная с урезанными возможностями, но, в принципе, там нормальные возможности можно его использовать. Но также есть платная версия данного модуля, где есть дополнительные макеты красивые для отображения. Я буду, естественно, рассматривать бесплатную версию данного компонента. Скачать его сможете здесь с сайта разработчика, но вам придется пройти простую бесплатную регистрацию. Ссылку, чтобы вам не искать, я оставлю на своем сайте fedorvasiliv.com. Очень быстро покажу. Переходите на мой сайт fedorvasiliv.com. Это главная страница. Здесь переходите в блог. Здесь переходите в Joomla. Находите соответствующую статью. Заходите внутрь. И, как правило, я оставляю вот подобного рода ссылку. То есть просто копируете ссылку, вставляете в браузер, регистрируетесь и скачиваете последнюю версию данного компонента. Теперь сразу покажу результат. Как это будет выглядеть. Несколько вариантов. Вот сейчас я разместил демо-контент с своей фотографией. То есть это фотография, может быть, вашего руководителя. Выбирайте, сколько колонок. Имя, фамилия, должность, описание. Вот такие симпатичные социальные кнопки. Специально я показываю, что это работает. Из ВКонтакте есть иконка. Одноклассники, Инстаграм. Можно добавить больше социальных сетей. Я вывел вот так вот несколько. Сейчас я вам показываю другой вариант. Это уже карусель ваших сотрудников. Внизу тоже есть переключатели. Достаточно симпатично смотрится. Есть возможность отобразить вот в таком варианте. И вот в таком варианте. Но в данном случае социальные кнопки выводиться не будут. Итак, давайте посмотрим. Я перехожу в админку своего сайта. Устанавливается компонент, как обычно. После установки вы найдете вот здесь в компонентах DJ Profile. Вот он так и называется. Прежде чем вывести на сайт наших руководителей или сотрудников, нам нужно подготовиться. Подготовка как раз происходит вот здесь на странице компонента. А выводим уже на сайт, на фронтальную часть сайта, мы за счет модуля, который автоматически установился вместе с нашим компонентом. Естественно, чуть позже я это покажу. Здесь вы увидите вот такую абсолютную картину. Первое, что надо сделать, нам перейти вот сюда. Естественно, он на английском языке, но здесь проблем не будет. Там будет у нас все на русском. Переходим сюда, нажимаем создать. Это некая категория. Здесь написано title, так как вы можете создать разные категории для разных страниц. Вывести, например, на одной странице выводите руководителей, на какой-то другой странице сайта выводите сотрудников, клиентов, как хотите. Пишем заголовок. Я пишу руководители. Просто для теста. Нажимаем сохранить, закрыть. И так создается столько категорий, сколько нужно. Одну надо создать обязательно. Переходим дальше вот сюда. Нажимаем создать. Здесь как раз мы создаем каждого человека в отдельности. Name это имя. Я пишу имя. Дальше имидж. Выбираем с компьютера, загружаем сюда фотографию данного человека. Выбираем ее здесь. Здесь можно написать должность. Я пишу руководитель. А здесь краткое описание данного человека. То есть можно описать его деятельность. Если вам тут мало места для текста, можете вот так вот оттянуть мышкой и свободно работать с текстом. Просто копируем, вставляем. Дальше вот как раз вот это и есть наша категория. Если у нас будет их несколько, естественно, мы можем выбрать руководитель, сотрудник и так далее. Дальше email. Email этого человека, телефон этого человека и локация. Ну, город я напишу. Можем сохранить. Если хотим добавлять еще социальные кнопки под каждым профилем, тогда мы переходим вот на эту вкладку и по плюсу создаем социальную сеть. Первое, что нужно сделать, это выбрать иконку данной социальной сети. Как вы видите, их тут очень много. И Яндекс, и каких только нет. Но здесь есть поиск. Поиск работает на английском языке. Просто пишите VK. Она здесь показывается. Кликаем по ней. Это будет иконка ВКонтакте. Ну, а здесь вы пишите ссылку на группу ВКонтакте или профиль данного человека. Если нужно добавить еще, социальные кнопки по плюсу нажимаем. Я пишу OK. Это одноклассники. Находим одноклассники, выбираем. Временно поставлю решетку. Это вместо ссылки. Потому что я это просто сейчас тестирую. Мне не обязательно вставлять здесь профиль. Нажимаю плюс. Ну, и, допустим, будет еще Instagram. Просто пишу INS. Нахожу Instagram. И проставляю ссылку. Сохраняюсь. Также вы можете, вот так вот зажав левую кнопку мыши, перемещать местами, если нужен точный порядок социальных кнопок. И по крестику вот так вот здесь можно удалять, если какая-то из социальных сетей больше здесь не нужна. По сути, один профиль мы создали. Сохранить, закрыть. И также создаете по аналогии столько, сколько вам нужно. Для того, чтобы у меня был внешний вид, я просто продублирую данный профиль. Выбираю, нажимаю дубликат. Выбираю, нажимаю дубликат. Просто, чтобы был внешний вид. А вы, естественно, делаете каждый профиль индивидуальный. Здесь мы только создали. Теперь нам нужно это вывести на сайт. Выводится все за счет модуля. Переходим в расширение модулей. Он у вас будет выключен. Вы здесь найдете, отсортируете его по неопубликованным. У меня он опубликован. Называется он DJ Profile Module. Соответственно, на одной странице вы выводите, например, сотрудников. На другой странице, если надо вывести руководителей. Тогда нужно нажать создать второй модуль. И найти здесь JD Profile Module. Вот он. Еще один, если нужно. И так, сколько угодно. Заходим. И давайте про настройки. Давайте сначала выведем на сайт. Во-первых, решаем показать заголовок или нет. Заголовок это вот этот. Если заголовок не показываем, скрываем. Если показываем, переменуйте вот здесь на русский язык. Например, сотрудники. Позиция. Здесь уже надо знать базовые навыки. Как устроены Joomla и его шаблоны. То есть у каждого шаблона свои позиции. Где надо вывести модуль. Естественно, я использую обычный сейчас шаблон Protastar. В демо. Поэтому я вывожу его в позиции 3. Но здесь мне удобно. Состояние опубликовано обязательно. И здесь обязательно, где выводить. Если на какой-то определенной странице, тогда выбираем только на выбранной странице. И указываем галочкой, например, только Home. Только на главной. Все. Настройки сейчас мы рассмотрим. Давайте на этом уровне сохранимся. Пойду на сайт, обновлюсь. Вот. Все выводится у нас. Теперь давайте более детально про настройки. Здесь, естественно, мы выбираем, из какой категории будут показываться в данном модуле. Сотрудники. Ну, руководители в моем случае. Вот это самое интересное. Это отображение. Вы просто выбираете. И когда вы выбираете, это сетка, да, то есть как они будут отображаться. Ниже, по идее, есть возможность выбрать вот еще 3 варианта. Но вы видите, что это Pro-версия. Вот как раз вот здесь только есть ограничения. То есть у нас есть возможность только вот этого варианта. Сохраняемся. Что за вариант? Просто на сайте смотрим. Это вот так. Достаточно симпатично. Все ровненько смотрится. Социальные кнопочки. Вот они все выводятся. Но если вы используете простой шаблон, как у меня, в котором не подключено ни фонд iOS, ни Bootstrap 4, то у вас по умолчанию вот эти кнопки будут отключены здесь. И тогда могут смотреться некрасиво блоки. Например, нет социальных кнопок. То есть если у вас вот так, как у меня, то вы просто заходите в дополнительные параметры, включаете подгружать Bootstrap 4 и фонд iOS иконки. И тогда на вашем простом шаблоне это будет смотреться вот так красиво, аккуратно, с иконками, с рамочками и так далее. Возвращаемся обратно в настройки. Здесь просто поиграйтесь. Вот какой вариант вам лучше выбрать. Просто надо смотреть, как это отображается. То есть это уже карусель. Я оставлю простой вариант. И движемся дальше по настройкам. Соответственно, это колонки. Если две, давайте посмотрим, как это выглядит. То есть вот в две колонки. Далее, по умолчанию у нас есть отступ между колонок сотрудников. У вас будет вот так стоять. Вот эта кнопка. Если не надо отступы, ставим No Margin. Это значит без отступов. Смотрите, тогда колонки будут прилипать. Custom произвольное. И пишите здесь отступ 10 пикселей. То есть 10 пикселей между колонками. В принципе, мне так нравится больше. Небольшой отступ. Отставим так. Дальше показывать всех. Вот это вот Display All. Если нет, то можно выбрать, например, показывать один. Тогда будет показываться первый. Один созданный ваш профиль. Я показывать все сделаю. Дальше Order – это сортировка. То есть сейчас мы ее посмотреть не можем, потому что у нас один и тот же профиль. А по идее можно вывести, например, рандомно. И под некоторыми кнопками, видите, появляется сортировать по описанию, там, по другим критериям. Просто поиграйтесь, посмотрите, как их лучше отсортировать. Здесь настройки мы закончили, но это еще не все. Вы можете перейти вот сюда, параметры. И здесь просто вы выбираете, что показать, что скрыть. Например, Display Name. Если с таймом нет, изначально вы видите у нас все показать. Это просто скрываем вот это имя. Причем скрываться будет у всех. Вот, у всех скрылось. И таким образом вы можете показать «Скрыть». Дальше идет уже просто интуитивно «Скрыть должность», «Скрыть описание». То есть получается «Скрыть руководителя», «Скрыть вот это описание». И дальше «Show Contact Details». Показывать детали контакта. Показывать, скрыть иконки. Естественно, социальные иконки. Открывать ссылку в новой вкладке социальную. То есть если я кликаю в ВКонтакте, в новой вкладке браузера она будет открываться. Это хорошо. Тут у нас все нормально стоит. А здесь просто стиль социальных иконок. Давайте посмотрим. То есть есть просто без рамки иконки, как вам больше нравится. Есть вообще круглый вариант. Но мне больше всего нравится закругленными краями. Вот этот круглый вариант. И больше всего мне нравится вот этот вариант, когда есть небольшие скругления углов. Вот такой вот получился урок. Надеюсь, для вас информация была полезна, интересна. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok